Павел Собирай Павел Собирай Анна Зюзина Одна из судей конкурса Достаточно развернута, подробная И в некоторой степени грубо Ответила и прошлась В том числе по моей партнерше С кем я танцевал По Анне Шуствовой Я решил, чтобы не быть голословным Соответственно взял Различные видео Анны Зюзиной И Разобрал ее танец И разобрал то, как ее слова Соотносятся с тем, как мы танцевали Непосредственно уже с Анной Шуствовой На конкурсе Получилось достаточно подробное видео Где я все это разбираюсь с примерами Вы это тоже можете найти у меня на канале Все это посмотреть Анна в ответ под этим уже Видео Написала комментарий Что я опять ничего не понял Что я вообще все переврал И вообще Ну как бы недостаточно Просто мне не хватает техники и понимания И порекомендовала мне прийти к ней На занятия Я не знаю, в начальную Или какую-то в общую группу Которая проходит по пятницам И где они разбирают технику Я сказал Ну как бы окей Но вроде как зачем нам Как бы слишком лишнее внимание привлекать Из этого устраивать прям реально балаган На самом занятии Потому что это лишнее внимание Невозможность там сконцентрироваться Поэтому я не предложил такой формат То что мы Я просто у нее как обычный там ученик Как любой клиент Прихожу к ней И соответственно она мне все рассказывает Про мой танец Что в нем не так Что в нем так возможно Вот И соответственно единственное условие Так как у нас это уже публичный спорт То это все я буду делать вместе с оператором И оператор соответственно все это будет снимать На видео И это видео по условиям нашей договоренности изначально Оно будет в доступе Еще одной договоренностью было То что я в течение этих там Времени занятий То есть де-факто получилось сразу скажу Полтора часа во всем случае Той версии где мы прям именно занимались Где занятия Потом расскажу то что еще была Такая пост Пост версии занятий После занятий которое было без записи Но как бы там у нас уже был такой более дискуссионный формат Но соответственно вот в эти полтора часа Именно непосредственно занятия То есть те которые мы сегодня будем с вами обсуждать Я ничего не комментирую Ничего не говорю Я просто как бы воспринимаю Не спорю И как бы ну пытаюсь разобраться все таки Что имеет ввиду Анна Ну сейчас я в принципе как раз таки Про что это будет видео Ну то есть я хотел бы разобрать Непосредственно занятия Ани И попробовать опять же поговорить про ту технику Которую она предложила Про ее ну в принципе экспертность И компетентность как преподавателя Как танцовщицы и так далее В общем вот про это будет данное видео Давайте сначала расскажу про сам формат занятия Как все происходило Мы приехали вместе с Дашей Ну то есть оператором была моя Даша И соответственно там периодически те комментарии Или вопросы которые вы будете слышать Это как бы ну по ту сторону съемки Даша Ну то есть она какие-то уточняющие вопросы Тоже задавала Ну и потом уже участвовала в нашей общей дискуссии Без записи И Анна как бы пригласила тоже свою ученицу Ее зовут Ирина Которая ну в течение В начале занятия Ну то есть я уже честно говоря не помню По-моему с Аней сначала потанцевали Вот но это как бы тоже было без записи Пока Даша настраивала там Всякие свои штуки технические Соответственно мы как бы с Аней потанцевали Ирина мы с ней тоже пробовали какие-то вещи Что-то Анне показывала на Ирине И в конце мы с Ириной протанцевали Одну мелодию Вот это как бы формат занятий Также так как я вроде как был таким условным заказчиком темы Ну то есть я попросил Ане чтобы она разобрала тему сложной импровизации Потому что в ее как раз таки в тех фразах которые она писала То есть она писала то что если ты хочешь разобраться в сложных импровизациях То приходи разбирайся с техникой Вот и мой запрос был как бы что же такое сложная импровизация Я думаю то что многие вещи которые вы увидите в рамках самого занятия И те кто ко мне ходит на занятия Удивятся очень сильным Потому что мы как бы знаем Что под словом импровизации имею ввиду я И давайте тоже разделим То что весь урок нет смысла здесь выкладывать Он есть в достаточно открытом доступе Его можно найти по ссылке на моем телеграм-канале Tango Z То есть находите мой телеграм-канал Либо через сайт tangonueva.ru Слик на tangonueva.ru Заходите там есть ссылка на телеграм-канал В телеграм-канале я дам ссылку на ютуб-видео полную версию То есть она доступна только будет по ссылке То есть она просто на канале вы не сможете найти И соответственно там вы сможете все вот эти вещи От начала до конца посмотреть Я же здесь буду периодически вставлять какие-то отдельные моменты Которые мне показались значимыми и важными Итак тема у нас сложная импровизация Соответственно версия Анны Зютин Что мне, в основном через запрос был от меня Что мне необходимо сделать для того Чтобы моя импровизация стала сложной, крутой Я хочу быть самым лучшим в tangonueva Что же мне, соответственно, рекомендует Анна Зютина Народный аргентинский танго Поэтому все способы, методы введения абсолютно народные Что это значит? Что мы максимально используем те механизмы Биомеханические, какие собственно С какими ходим, такие и используем Ну и самое первое, с чего мы стартуем Как бы с первой тезис, которая просто начинается у нас запись То, что аргентинское танго использует народные Обычные методы введения С чем я, конечно же, категорически не согласен Потому что все-таки танец уже давно Много раз переработан огромным количеством хореографов За более чем столетнюю историю Последний раз танго перерабатывалось в 90-х годах Можете послушать огромное количество В принципе, у меня на канале можете послушать В видео, где мы разбирали про Как танцует Чичи Фрумболи Можете посмотреть прям отсылки Где Чичи говорит, как они переизобретали танго Ну то есть у танго современного есть конкретные авторы Ну то есть их там как минимум три человека Которые в самую-самую основу Ну и так далее У многих вещей в танцах есть авторы Соответственно, говорить о том, что все очень народное И используемое народное Это, конечно же, в корне неверно Ну как бы это первая самая отправная точка С чего мы начинаем И вся суть сложной импровизации Стоит для меня в трех основных моментах Когда я могу с любой партнершей, с любым партнером Делать то, что угодно Первая аргентинская танго Танец, где партнеры первый раз Замкнули пространство Часто, в принципе, вообще Аня начинает что-то считать И говорит, там, из трех, из двух И вот здесь начинает то, что для меня сложно импровизация Из трех Вот Я, может, тоже, опять же, что-то не понял и попустил Но как бы за все время Она, в принципе, только называла два пункта Да? И в резюме тоже как бы про это ничего не будет сказано То, что, типа, там Вот, во-первых, это Спустя 20 минут примерно Она вспомнит что-то там было То, что, во-вторых И, в принципе, до конца занятия, к сожалению, я так не узнаю, что в третьих Вот Если вы найдете Пишите в комментариях Будет интересно Насколько бы вы были внимательны на этом уроке Даже если я иду в сальтаду Я все равно не иду в сальтаду Так Я в сальтаду пойду вот так Там И со стремлением вернуться обратно То есть, не важно, что я делаю Я всегда стремлюсь в пару Вообще, в целом, в теории того, что рассказывает Анна Очень-очень много противоречий Вот обратите внимание на вот этот момент Который был на моменте Там, на третьей минуте занятия Где Она рассказывает про сальтаду И, соответственно, про скруточку И, в принципе, то, что будет потом в конце Когда она будет говорить И очень активно спорить со мной по поводу диссоциации То есть, где проходит диссоциация Как проходит диссоциация Ну, в моем понимании То есть, многие технические вещи Которые Анна здесь рассказывает Это все-таки такая техника Она, ну, там, 15 лет назад Она, возможно, была актуальная И крутая Но сейчас, на данный момент Это не соответствует Это, как бы, самый простой способ проверить То, что это не соответствует Действительности Именно те вещи, где мы с ней реально не совпадаем Это просто посмотреть, как танцуют современные танцоры Где происходит скрутка На каком линии корпуса Ну, то есть, в данный момент она показывает То, что скручивается Как бы, таз в том числе Потом она будет говорить о том То, что таз не скручивается То, что скручивается бедра Ну, то есть, все, что ниже А верх мы, наоборот, оставляем максимально вместе Основная проблема в технике И ошибок техники Что люди пытаются танцевать статично К сожалению, спинной мозг, который управляет движением Он не знает положение статики Оно ему неведомо И он не включает механизма балансировки Кстати, еще тоже важной проблемой этого занятия Было то, что Анна все время говорила В общем, то, что люди И вот то, что здесь тоже На вот этом моменте, который я сейчас показываю То, что она говорит То, что основная проблема Что люди там вот воспринимают так Потом она будет говорить то, что часто происходит вот так Когда в какой-то момент Ну, то есть, я ей говорю то, что Ну, она говорит там Вот люди испытывают с этим проблемы Ну, то есть, я говорю А я с этим проблем не испытываю У меня нет такой проблемы Ну, она говорит Вот там человек не может куда-то повезти Ну, то есть, у меня нет проблемы куда-то повезти И в том видео, про которое Как раз-таки про те разборы Которые она говорила, критиковала То, что Анна Шустова Ну, как бы, Анне, которая моя ученица То, что Ання шарашивает вообще ногой туда-сюда без какого-либо видения и смысла, ну, то есть, это как раз-таки мое видение. То есть, Анна Шустова ведет и танцует со мной в соответствии с моим видением. То, что я это не показываю, как бы явно, ну, то есть, Гандарский говорит о том, что я хорошо веду. Вот. При этом, как бы, в целом, глобально, все эти вопросы, которые Анна мне рассказывает, ну, то есть, они, ну, как бы, я с этим согласен, ну, то есть, я тоже за все хорошее против всего плохого. Но вопрос, насколько это относится именно непосредственно ко мне и к моей технике, очень большой вопрос. И насколько сама Анна тоже реализует те, ну, как бы, вещи, про которые говорит. Ну, то есть, она говорит, там, типа, все там воспринимают то, что все должно быть какое-то статичное, а нужно думать, там, про динамику. Ну, да, как бы, это очевидно, да. Я вообще, как бы, ну, ну, возьму, значит, та версия статики, про которую она говорит, ну, то есть, она вообще какая-то иррациональная. Даже для, ну, нормального просто человека с улицы, он скажет, ну, да, наверное, так, это нелогично. Вот. Ну, к тому же, я использую вообще все время очень много динамических вещей. Ну, то есть, тоже мне непонятно, почему это, как бы, при чем здесь я в этом вопросе. А теперь, даже если мы будем абсолютно расслаблены, сейчас как-то изображу свой любимый пузо, если я сейчас переношу вес сюда, без какого бы то ни было напряжения, то есть, я ничего не поменяла здесь, я ничего не поднимала, не зажимала, не держала, я просто поменяла. И естественным образом включаются все мышцы, они приходят в естественный тонус, который держит меня, потому что организм не дает мне возможности упасть. Вот этот очень большой блок про любимую позу, ну, то есть, я, конечно же, тоже категорически не согласен. Если мы говорим про нормальную хорошую хореографию, про нормальный танец, то там, как бы, естественных вещей, ну, в широком смысле этого слова, их не очень много. Ну, то есть, просто то, что мы что-то куда-то там подтянули сюда, ну, несколько там сделали телодвижение, и все, как бы, выстроилось красиво правильно, ну, однозначно нет. Там есть, ну, как бы, просто подойдите к любому человеку, который не танцует, и никогда не занимался хореографией, но попробуйте дать такие советы, у него точно ничего, вот так вот точно не получится, я думаю, вы это понимаете. То есть, при этом я согласен с тем, что есть какие-то вещи, которые должны быть естественными, да, они должны быть естественными, но это такая же штука, как, знаете, как мейкап, да, то есть, он должен, ну, то есть, мы не рисуем глаз на щеке, там, а губы на носу, да, то есть, мы, как бы, должны определенным причем, причем хороший мейкап, как, я думаю, лэйрис согласятся, ну, то есть, то, что хороший мейкап, это тогда, когда он не бросается в глаза, то есть, когда он не заметен, когда он подчеркивает как раз-таки естественность, но вот это мастерство подчеркивания естественности, это является самым ценным, вот, ну, то есть, и опять же, вот это упоминание, то есть, кто-то там что-то любит уводить, там, руки сюда, куда-то назад, ну, я так не увожу, я так не танцую, вот, Хотя, опять же, там в дальнейшем я буду говорить, а не то, что в принципе я как бы по выбору могу делать любую технику, которую хочу. То есть мне мастерства хватает, как и Ане Шуствовой хватает мастерства делать любую технику, которую мы захотим. Вот, вопрос, зачем мы выбираем тот или иной инструмент? Ну, то есть я противник единообразного и ограниченного по форме танца. Я за осмысленный выбор разных форм выражения танца. Это да, но так танцевать именно только в такой позе, именно только так, и еще причем как бы, ну, так как в нее невозможно прийти, у меня большие сомнения по этому поводу. И основное начинается с того, что мы пытаемся строить всю постуру и стать не работой. Теперь, я предупредила спиной, что я собираюсь ходить. Это сейчас не партнера даже, а его. Говорю, я сейчас пойду. Дальше вопрос, с какой ноги? Ну, ну, неважно с какой, с правой, с левой. Но, как обычно человек ходит. Он одну ногу отпускает, да? И идет. А спиной мгновенно включается. Потому что он больше, я больше не стою на двух ногах. Это значит, площадь опоры тут же с двух ног сокращается на одну. И он начинает помогать мне делать, как бы мне так не упасть. Поэтому, если сейчас именно в позиции динамики, на мере, я... Мой центр мгновенно начинает компенсировать мою неустойчивость. Я долго разбиралась с этим вопросом. На самом деле, реакция идет именно на поднятие пятки. Он мгновенно на поднятие пятки работает навстречу. Ну, это тоже такой технический, очень спорный момент. Сейчас современный танго, ну, то есть поднятие пятки. Я скорее, как бы, учу всех заземляться пяткой вниз. Я думаю, то, что мои ученицы и... Ну, в принципе, ученики тоже, как бы, ну, это вспомнят. Поэтому очень такая для меня спорная техника про, ну, такой вывод ноги. И тем более, такую там взаимосвязь, как это работает для вывода ноги. Скорее, наоборот. То есть пятка является одной из частей, которая заземляет нас еще больше. То есть это дополнительное утяжеление, которое дает более такой тяжелый, вкусный танец. Вот. Ну, и тем более, если уж мы... То есть, а вот носочек приподнят, это скорее стилизация. Но при этом всем это точно не является, ну, как бы, обязательным именно физиологическим, какой-то физиологической схемой. Аня тоже упоминала про различные спортивные, там, схемы, то, что она там, типа, математика. Ей вот нужно все это рационально понимать и так далее. Но я, например, как бы, и тоже вы можете найти, кстати, есть в доступе, в открытом, сейчас где-нибудь тут ссылочку я тоже сделаю. Ну, как бы, ориентируясь, например, на работы Майерса по анатомическим поездам. Вот это, ну, серьезная современная теория для людей, профессионально работающих с телом, но не готовых, там, углубляться именно, как сказать, такой, в лечебно-медицинский формат. То есть, это медицинская книга от медиков, то есть, от профессиональных, там, врачей, которые определенным образом выстраивают теорию системной выстроенности тела, как это работает. И, соответственно, именно для людей, кто работает профессионально с телами и хочет понять вот эти все взаимосвязи. То есть, вот там, да, это, ну, профессиональный, правильный подход. И это, как бы, в 8-м случае чтения, там, Майерса дало мне ответы на некоторые вопросы. Ну, то есть, в некоторых, в большинстве вопросов я просто утвердился и понял, как бы, более явно, и, там, могу теперь более, там, профессионально назвать, какая мышца к чему прикрепляется, и я могу не только это почувствовать, но и, соответственно, увидеть, там, визуально у человека, как это происходит. Просто говорить о том, что я поднимаю пятку, потому что это вот сюда смещается, ну, нет, это, к сожалению, не серьезно. Те, кто занимается спортом, там, спортом высших достижений, знают то, что вот эти все механизмы, они куда более сложно выстраиваются, чем просто, там, куда-то что-то подвернулось, там, пятка оторвалась. Нет, не согласен. Вот это для меня очень важная основа сложной импровизации, способность повести партнершу, не сходя с места. Я с этим тоже полностью согласен, но я, как бы, не сказал бы то, что это основа сложной импровизации, это просто, в принципе, основа нормального качественного взаимодействия в паре, когда партнер может вести партнершу, никуда сам не двигаясь. Ну, я так делаю, что... Почему она именно мне пытается рассказать? Я это знаю, я это веду, ну, то есть, и в дальнейшем, ну, то есть, будет много моментов, где я это показываю. Дальше Анна достаточно подробно будет объяснять, как она это делает технически, а вот тут я категорически не согласен. Я это делаю более эффективно, более точно, более корректно. И, как бы, касательно вообще всей этой техники, которую Анна показывает, еще раз повторюсь, да, то есть, вот для меня это все техника очень-очень устаревшая. То есть, это все равно, что человек, у которого, ну, то есть, старый кнопочный телефон, пытается мне, как, там, обладателю современного смартфона, рассказывать про то, то, что у него телефон круче, потому что у него кнопок больше. Ну, то есть, вот, у него, там, много кнопок он может нажимать, а у меня всего, там, три кнопки на телефоне. Вот, и у меня, поэтому телефон плохой. Ну, нет, как бы, смартфон определяется не количеством кнопок уже, ну, и вообще, хороший телефон уже давно определяется не количеством кнопок. А еще пытается доказать мне то, что, знаете, помните, были времена, то, что прям маленький должен быть телефон. Ну, нет, уже давно это прошло. Уже телефон не должен быть маленьким, и на нем не должно быть много кнопок. Вот, примерно, это то, что мне пытается доказать Анна, но при этом, как бы, не давая, ну, как сказать, не давая замечаний, вот непосредственно мне, то есть в чем же все-таки, ну, она же, опять же, очень в общем все это говорит, очень в общем, ничего не говоря конкретно, но я думаю, мы досмотрим в резюме, и потом по резюме посмотрим, что же там будет в целом. И таким образом я могу, если я это знаю, например, для того, чтобы водить мою партнершу на шаги вперед, мне не нужно вообще ничего делать, я просто прихожу в состоянии динамики и начинаю себе ходить так, как бы я ходила, да, ну, если бы, конечно, была здоровая девочка, ходила бы по улице, а теперь если я хочу почему-то вывести ее ногу, то я знаю, как это работает, теперь это про танго, корпус я раскрою, а сама, ну, не знаю, Буду делать что-нибудь еще. Ну, опять же, вот эта техника, которую сейчас Анна показала, ну, я могу делать проще, намного, намного проще, ну, и намного круче, ну, опять же, посмотрите мои видео, я танцую очень много, есть видео, где я танцую с ученицами, есть видео, где танцую с партнершами, с которыми я танцую второй-третий раз в жизни, ну, вот. И Анна, кстати, там тоже дальше, когда будет, она мне ни разу не сделала замечание, что я веду руками, ну, то есть, что-что, а вот руками она не сказала ни разу, можете за все полтора часа занять, посмотреть. Были куски, где мы с ней достаточно много в паре что-то делали, вот. Это о чем-то говорит, я думаю, тем, кто по этому поводу пытался мне предъявлять. Вторая важная вещь, касающаяся сложной импровизации, ну, сейчас по базовым принципам идем. Это момент, когда я переношу вес, потому что сейчас у меня на этой ноге ничего нет. Сейчас немножко про вес, и для меня это более удобная вещь, потому что она очень сильно путает людей, где находится вес. И некоторые думают, что когда они давят ногой на пол, это уже кусок веса там нет. Ну, вот мы дождались момента во-вторых, ну, как бы, если вы думаете, то, что будет в-третьих, в-третьих уже не будет, то есть, во-вторых. Тоже здесь, ну, если вы посмотрите даже просто по самой, ну, какой-то по реакции Ани, то явно то, что она очень нервничает и не очень, как бы, ну, понимает, что мне давать, и явно чувствует то, что она тонет, а это еще только начало занятия. Ну, то есть, опять же, это моя версия, потому что очень все получается сумбурно и, ну, как бы, не про то, про что было заявлено. Ну, про перенос веса. Ну, окей, хорошо. Перенос веса. Ну, просто сказать про шаг и еще прибавить к этому, конечно, музыкальность, что меня очень сильно, больше всего, наверное, шокировало, это то, что музыкальность, это как на четыре доли разложить шаг. То, и будем говорить о тактовых долях, то. Это третья доля, это четвертая, это сильная, это вторая, это третья, это четвертая, это сильная. В этом это, как бы, антимузыкально, если вы будете смотреть. Кстати, вот тут где-то опять будет ссылочка на мой разбор, что такое музыкальность, советую посмотреть. Ну, то есть, если вы просто будете набор в четыре бита правильного шагать, это будет антимузыкально. Может, с точки зрения, там, поучительный показать ученикам, может быть, но с точки зрения музыкальности, это будет совсем-совсем мимо. Но, опять же, вот вы, как бы, ждете сложную импровизацию. Вот, пока что вы, вот, про шаги, про переносы веса. Для вас это сложная импровизация? Для меня нет. Для меня вообще непонятно пока что, какое это имеет отношение к теме, и, соответственно, как это может повлиять на... И вообще, как это связано с тем, что Аня писала в комментариях до этого. Ну, то есть, старые комментарии она писала про то, что там кто-то что-то шарашит, кто-то вообще ничего не умеет, то, что вообще база-то все там, все порушено, все неправильно. Ну, и где это? Ну, хорошо, там, какие-то... Да, пусть это будут там базовые принципы, которые мы вроде как нарушаем. Какой из этих базовых принципов мы нарушаем? Ну, партнерша у меня двигается с точки, куда я хочу. Перенос веса, ну, то есть, с шагами у меня все окей. Ну, ладно, давайте смотреть дальше. Вес там, где находится твоя задница? Ну, вот мы дошли до момента, где Анна, как бы, произносит слово «задница». Ну, потом вы будете встречать еще так же слова, там, «жопа». Сейчас у меня весь вес здесь, значит, моя жопа там. Себя и заталкиваю, потому что жопа стоит из двух половинок, и мне очень важно вторую половинку жопы поставить на место. Там большой риск зависнуть. Ну, если задница здесь, значит, вес здесь. Моя задница уже сошла с оси, я маленькая девочка, а если это здоровый мужик, то у нас уже без вариантов. Корпус-корпус, крутят только жопами, и там вообще ничего нельзя. Вот, для меня... Меня это удивило, и я... как бы, ну, с некоторыми людьми поделился впечатлением, то, что давненько я так часто не слышал слова «жопа». Не то, что от, там, преподавателей танцев, а, в принципе, вообще от взрослых людей, ну, то есть в единицу времени. Вот, мне сказали, что это нормальная такая, ну, форма общения, объяснения Анны. Ну, окей, меня это удивило, показалось странным. Ну, пусть будет так. Ну, с точки зрения музыкальности, если я сейчас чуть-чуть и тут копнем, и все-таки скажем про танго, мы же прибавляем все ли? Танго. То, и будем говорить о тактовых долях, то это третья доля, это четвертая, это сильная, это вторая, это третья, это четвертая, это сильная. Понимаешь, да? Не, я понял, да. Сильная, слабая. Просто, когда движение идет быстрее, то ты можешь отыграть сильную долю, но она будет смазанная, дерганная, и ты точно пропустишь вторую, а там все-таки музыканты что-то старались. Посмотрите, как Анна нервничает. Ну, то есть видно, что она нервничает. И посмотрите, как я удивлен вообще тому, что она говорит. То есть у меня просто в какой-то момент там пропадают вообще слова, потому что я офигеваю от того, насколько вообще, ну, то есть, ну, насколько дикую информацию можно давать. Ну, то есть вот с таким подходом тоже невозможно научиться танцевать. Ребят, сорян, ай, сори, но это не музыкально. Это противоречит вообще логике, вообще всему, чему только угодно. Это определенные там, условно, можно к этому привязать, да, какой-то метроном, на котором мы ориентируемся. Но музыкальность это все-таки про синкопирование, а не про то, что в какой-то такт мы переносим конкретный момент, там, и тем более, там, подготовка, вынос ноги и так далее. Я могу делать очень с разным характером шаги. Вот это самый учебный вариант, просто, как бы, ну, там, движение под метроном. Но это, опять же, это не музыкально. И так танцевать нельзя. Тем более, если мы говорим про высокий, там, хай-класс уровень. Ну, то есть уровень профессионалов так не танцуют. Ну, для новичков, которые первый раз пришли, да, им, наверное, это полезно. Может быть, как упражнение, но не как танец уж точно. Не теряя контакта с партнером. То есть я могу партнеру передать одно движение, а свое направление держать. То есть я правильно понимаю то, что в твоей версии верхний и нижний центр это не разделение на таз и грудную клетку, а разделение на корпус и бедра. Ну, то есть от коленей до таза. Все, я тебя слышу. И бедра, да. Потому что видно, что в этот момент происходит. Тут мы ничего не придумали, мы используем нормальные механизмы балансировки, потому что, ну, если мы про спортивный язык, то то, с чего я начинаю каждый шаг и чем я его заканчиваю, будет называться группироваться. Здесь тоже, кстати, очень важный такой вот этот спор, про который я говорила, про диссоциацию. Ну, то есть диссоциация, ну, то есть у Ани немножко другое представление диссоциации, и, на мой взгляд, это невозможно. Потом уже после нашего всего этого общения мы, в принципе, много поспорили по этому поводу, где диссоциация, что возможно делать, что невозможно. Там прямо как бы, ну, и вели, я, ну, как бы Ирину вел, я вел Аню, Аня меня, там, что только не делали. Но, как бы, здесь вообще, ну, мне кажется, Аня говорит те вещи, которые реально невозможно сделать. Она в какой-то момент прям зацепилась там, то, что я неправильно сделал диссоциацию. И это, как бы, как раз, та штука, которая, ну, в определенном смысле противоречит ее высказыванию, которое было в самом начале. При этом, еще раз, да, диссоциация, ну, то есть она может быть разная. Ее можно делать очень-очень по-разному. Можно скручиваться от корпуса, можно уходить, как бы, целиком всей стороной. В зависимости от того, какое движение вы делаете. То есть и то, и то. Возможно, главное, это осмысленно выбирать инструменты. Ну, я думаю, если что, вы это можете посмотреть, наши вот эти с ней разговоры, ну, там уже в самом оригинале видео, это примерно где-то там на каких у нас, на 20-х минутах, где-то там 22, вот это где-то все вот эти у нас начинаются, споры про диссоциацию. Кстати, там в середине, ну, где-то Аня начала мне о чем-то спрашивать, уже какие-то вопросы задавать. И я, ну, как бы у меня какие-то были комментарии. Вот, она мне так, ты же обещала. И что мне вообще... Во, смотри. Вот это движение, которое ты уже начал вместе со мной. Да я вообще в любой момент могу начать. Нет, нет, я понимаю, но ты уже ушел, ты уже падать начал. Нет, я никуда не падаю, я вообще могу тебя в любом тайминге вести. Паша, ну, сейчас мне вопрос, ты смотри. Да ты же обещал делать чего. Да, обещал делать? Да, хорошо. Посмотри. Скажи, в каком тайминге, я тебя проведу. Вот, один раз я поэтому чуть-чуть у меня был, то что я, ну, как бы что-то там мне совсем, мне показалось, что это неправильно. Вот, они мне напомнили правила, про которые мы договоримся. То есть она помнила и, соответственно, возможно, поэтому выбрал такую стратегию. Просто рассказывать мне, как бы, про базовые идеи ее техники, как она дает это, ну, то есть обычным ученикам. Потому что я думаю, таких учеников, как я, точно у нее не было, который, ну, как бы, который, в самом случае, так глубоко понимает тему и понимает то, что, ну, просто так вот они не пропустят вот все без какого-либо анализа. И, как бы, она в этом смысле меня не путала. Ну, просто рассказывает неожиданно какие-то там, прыгай с одной мысли на другую. Ну, то есть я все-таки следил за ее мыслью, хотя это было очень непросто. Психо. Из-за стопы. Если бы здесь опустил, посмотри, если бы в самом начале опустил, то потом бы не съехал. Угу. Ну, то есть именно в момент, когда вес перенес, вот это прямо самое главное, вот это отпустить, и потом уже все пойдет, и тогда не съедет. И тебе, ну, смотри, значит, к вопросу о... Если ты... К вопросу о колене и заднице. Угу. Да, извини. Смотри. Колено спереди норм. Угу. Произошел один из самых веселых моментов. Ну, то есть они часто говорят то, что вот это главный момент, это вот очень важно, вот так вот делай, и, ну, как бы только начинает говорить, сразу соскакивает на следующую мысль, начинает, продолжает ее опять соскальзывать на следующей, потому что чувствует то, что немножечко объяснение плывет. И в какой-то момент, неожиданно, я думаю, вы это можете посмотреть, то есть мы что-то как бы делаем, она вроде как, ну, вот это, знаете, точное повторение без каких-либо критериев, там, туда-сюда. Я это, в принципе, не очень люблю, не применяю к ученикам, потому что я как бы за большую свободу, за большую осмысленность и самовыражение, а то, что там жестко по шаблону, там жестко по правилам каким-то определенным, я согласен, они должны быть. Но то, что именно вот там здесь должна быть нога, там, в там, я тут уже у меня сабатывает. Но, тем не менее, там даже в этом смысле по заданию Ани двигался. И тут неожиданно Ани просто останавливает, чувствует то, что не можешь ничего объяснить, и, ну, то есть кладет мою руку, берет мою руку и кладет к себе на ее ягодицы, да, на ягодицы. Вот. Что меня вообще приводит? Ну, то есть, я думаю, по моей реакции видно то, что это последнее, что я ожидал, то, что моя рука, оказывается, на ягодицах у Ани Зюзиной. Ани там, говорит, к Даши обращается по этому поводу. Вот. Ну, такая очень пикантная, веселая ситуация. Там дальше еще будет момент, где Анна неожиданно начинает меня Пашкой называть. Не надо изображать, что танцую с Пашкой, уже поздно. Угу. Я должна или сразу танцевать с Пашкой, и тогда мне не надо, там, думать про Мишку. У тебя же тут. У тебя же тут Мишка. У тебя же тут Мишка. Вот Мишка. А, Мишка. Ну, понятно, да, я не танцую с Мишкой, я танцую все время, танцую с Пашкой. И поэтому, если я сейчас пойду, там будет все время идти за Пашкой. В чем смысл? Ну, то есть, просто она решила поотрваться. Ну, то есть, я не знаю, меня никто никогда в жизни Пашкой не называл. То есть, мне кажется, в этом есть какое-то немножечко уничижительное такое звучание. Вот. Я даже не буду говорить, как я мог бы, ну, то есть, ее тоже называть, но это, наверное, ну, неправильно. И тем более, все-таки я пришел и в качестве, ну, то есть, ученика к ней на занятии. И как-то мне показалось, это не очень корректно. Ну, да ладно. Ну, в общем, все занятие вы можете посмотреть как бы по ссылочке, а давайте послушаем резюме финальное все-таки. Что же там Анна сказала в резюме, ну, вот этого занятия? Что и та хореография, которую ты делаешь, ну, то, что там в первое время я плавно опущу, а вот она, в принципе, и сама интересная, и вещи, которые ты делаешь. И это не те вещи, чтобы тебя не понимала там, или я, или Ира, неважно кто. Ну, вопрос, если мы сейчас говорим про уровень танцора, ну, который для определенных, и это совершенно несложно чуть-чуть догнать, потому что мы все проходили через определенные стадии. Чувствуете, Аня начала говорить комплименты и не смогла договорить его до конца. Вот, но она пыталась и потом понимает то, что все-таки надо как-то, ну, как бы, вроде как похвалить, потому что, ну, прямо сложно было на самом деле к чему-то придраться, но надо же придираться, все-таки это запись, и здесь куда-то нужно свернуть в какую-то критику. Ну, давайте посмотрим, что же она критикует в моем танце. Что очень сильно поменяет, вообще все поменяет? Прям вот будет, это будет то же самое, но на уровень голова выше. Вы уже в предвкушении, да, что же такое нужно немного, всего лишь чуть-чуть поменяет, но то, что будет кардинально совсем по-другому и на уровень выше, да? Давайте узнаем. То есть, очень много шагов, с моей точки зрения, вот этих, плохо управляемых, то есть, причем не везде. Я сейчас смотрела очень внимательно, вот, если все вот эти шаги пере... А это очень маленькая вещь, я специально на ней акцентировалась, все вот эти шаги поменять на вот эти шаги, то это будет... Ну, я здесь совершенно искренне говорю, что это может быть настолько крутой уровень танцора именно в этом направлении, да, даже не обязательно будет ограничиться там музыка какой-то, тем, может, даже интерес там вообще-нибудь чисто насылать, но я имею в виду так же, так же интересно. А вы поняли, какие эти шаги на какие вот эти? Я нет. То есть, самое основное, это вот раз, два, переделать большинство, ну, как бы, запрограммированных шагов, то есть, раз, два, и вот здесь именно в момент сбора, когда я даю следующее направление отпускать сустав. Чувствуете, как у Ани в какой-то момент она начинает мысль говорить и чувствует то, что вот, ну, как-то не складывается и не клеится. Вот. Ну, как-то так. Ну, смотри, ты ведешь, ты пришел, вот ты на своей оси, вот здесь, и вот в этот момент, в тот момент, когда ты эту, ну, как бы, пропускаешь эту стадию, начинается, из того, там, когда идешь чуть-чуть быстрее, иногда опережаешь партнершу, ну, понятно, что ты, идешь и проскакиваешь. Ну, и, собственно говоря, и сразу вы где-нибудь видели, где, чтобы я шел куда-то и проскакивал? Ну, то есть, если я куда-то проскакиваю, то я осмысленно проскакиваю, я могу все относительно партнерши сделать так, то, что, там, вперед уйти, назад уйти, то есть, это все мое контролируемое осмысленное движение. Вот. Что говорит Аня, я не понимаю, реально. А это очень сильно поменяет вообще все. Прямо вообще две кардинальные вещи. Это и серия, что когда центр и вот так, и вся вот эта хореография, она заиграет, я имею в виду хореография в том плане, как ты строишь танец. Она у тебя сильно возможности прибавит. Ну, вот и все. А так, я тебе еще раз сказать, из того, что вы тут танцевали, да, я не вижу здесь никакого принципиального отличия от того, что танцуют где угодно, на любой мелонге. А можете мне подсказать такую мелонгу, на которой танцуют танцоры примерно так, как я танцую? Мне просто интересно. Я бы на нее сходил с удовольствием. позовите меня, я приду на такую мелонгу. Ну, то есть, я единственный, что таких мелонг не видел особо, где танцуют под такую музыку, так, как я танцую. Ну, то есть, ну, принципиально, чтобы, ну, как она сказала, принципиально, чтобы не отличалось. Ну, это же так, это же просто. И опять же, ну, не знаю, как вам, но вот это само по себе поведение преподавателя, знаете, как бы я, ну, онлайн записываю, онлайн занятия, рекомендую, кстати, тоже. И это дает определенную культуру речи, культуру того, как человек выглядит и так далее, как он себя ведет, какие у него там, где он может почесаться, там, я не знаю, сказать слово жопа и так далее. Ну, то есть, мне кажется, Тане бы очень помогло бы пару онлайн курсов записать для того, чтобы чуть-чуть более осмысленно говорить, структурированно, хотя она упоминала то, что она, у нее математический склад. Вот это, я думаю, пригодилось бы ей. Вот. И, ну, какие-то привычки, которые не очень выглядят эстетично, особенно от преподавателя танцев. И никогда не считала тебя танцором там какого-то другого. То есть, большинство на социальном танцполе танцует сильно хуже. Спасибо за комплимент, что большинство танцует сильно хуже. Я тоже так думаю, но только я думаю больше, чем большинство. Ну, я имею в виду танго. И я не вижу никакой необходимости прицеплять какие-то буквы, ну, просто вот если вот, это то, что может расширить возможности всех и, собственно говоря, добавить вообще в предыдущем это цель. Собственно говоря, почему я сегодня на эту встречу согласилась? Ну, с большим удовольствием, потому что, мне кажется, это только добавит всем вокруг. Ну, потому что сейчас там идет определенное позиционирование, а там вот еще чуть-чуть, и, ну, там же люди тоже сидят, мы смотрим. Мне, например, несложно танцевать с тем же Астафьером, который вроде совсем не Ноя, хотя, это он тебе на соревнованиях не Ноя, а ты вот отпал в три часа ночи сюда дойди и посмотришь, какое это бывает. Так я знаю. Ноя, да. Или с Куфурсова там как Ноя случается. Ну, то есть, нету ничего, что сильно бы разъединяло. И никакой невозможности играть другую музыку, но там чуть-чуть, вот, если вот здесь, на, вот тут, это будет больше контроля, больше взаимодействия, и девчонок с тем же самым пересобачить, и что-то не знаю, все будет круто. Ну, в общем, всех девчонок надо вот с этим пересобачить и поменять вот это на тут. Ребят, что вы думаете по этому поводу? Мне просто очень интересно. Ну, то есть, мне, конечно, есть люди, опять, наверняка, Аня, ты, я думаю, наверняка смотришь этот разбор, ты опять скажешь, что я что-то не понял. Мне кажется, я все очень-очень конкретно понял. И надеюсь, то, что вы тоже, как бы, те, кто пытается, ну, то есть, мне рассказывать по поводу моей техники, по поводу, там, какого-то мастерства, ребят, давайте вы сами сначала разберитесь с тем, то, что вы умеете. Я, знаете, мое главное оружие в данной ситуации, то, что я все это делаю публично и открыто. То есть, кулуарно вы сколько угодно можете рассказывать, и вот, ну, есть какие-то, то есть, я вообще не беру тех совсем шальных ребят, которые есть, там, из, вообще, какие-то люди, персонажи из Пубмосковья, там, и вообще из каких-то, из, откуда там этого, из Орла, ну, то есть, мне пишут люди, которых там даже, ну, там, разбирать нечего, ну, то есть, это просто какие-то, там, это преподаватели, но которые вообще ничего не разбираются, ну, то есть, у них просто информации, про них самих нету никакой, ну, то есть, они настолько там никакие, то, что даже их, там, просто версии, почитать где-либо от первого лица, невозможно, ну, либо это просто такие перепечатанные общие фразы, ну, то есть, и уровень танца такой же, вот, то есть, я как бы не беру, но все-таки, если, ну, то есть, вы, там, преподаватель, специалист, и считаете то, что у вас как бы, ну, то есть, вы можете рискнуть своей репутацией, войти в такой открытый спор, конфликт со мной, ну, то есть, так то, что это все остальные будут смотреть, но вы, как бы, мне кажется, более серьезно относитесь, готовьтесь к этому, потому что я, как бы, почему я такой уверенный, многие считают, что это черный пиар, хитрый, который существует, потому что я такой там, типа, наглый, и везде про меня много, ну, то есть, я вообще, как бы, деньги в этом смысле на пиар-то и вообще на рекламу не трачу. Здесь, на моей стороне, как бы, правда, здравый смысл, опыт, знания, знания, которые очень многим танцорам не хватает, я могу это вот открыто показывать, ну, то есть, я думаю, любой человек, который просто посмотрит парочку видео на моем канале, где я там разбираю танцы, где я там рассуждаю про музыкальность, разговариваю про, там, аргентинское танго, я делаю ссылки на какие-то источники, на какие-то цитаты, видео и так далее. Я думаю, человек, как бы, ну, критически мыслящий, ну, поймет то, что, ну, типа, вот этот чувак, он что-то все-таки соображает, наверное, если он что-то говорит, или что-то он делает, или что-то комментирует, то, наверное, там все-таки, вот он это не на пустом месте делает. Вот это, ну, я надеюсь, это главный вывод, который, в этом случае, Анна и те, кто тоже пытается меня хейтить, сделают из просмотра этого видео разбора. Ну, урок был, в этом смысле, полезный, потому что я понял, из этого урока, спасибо, Аня, я понял, насколько я далеко ушел, даже относительно, ну, то есть, тех передовых знаний, то есть, это те знания для меня, которые Аня рассказала, я об этом после уже без записи, я об этом сразу же сказал, как только мы выключили записи, я сказал то, что, Аня, я надеюсь, ты понимаешь, что я с тобой категорически не согласен. Ну, во-первых, я знаю более продвинутые техники других мастеров, других маэстро, с которых я очень сильно уважаю, и чья техника мне, конечно же, намного ближе. Но даже этой техники я не услышал и не увидел у Ани, и тем более, относительно сложной импровизации. Но относительно той техники, про которую я говорю, я ушел намного дальше, ушел намного дальше. И то, насколько я ушел далеко от того, что делает Аня, это примерно такой же разрыв, как телефон из 2003 года или 2005 года и телефон из 2022 года. Примерно такая же разница в технике. И если вы включите любое мое видео за последние 2-3 года, я думаю, то, что вы это сможете увидеть, где я танцую сложной реальной импровизацией с незнакомыми партнершами либо с ученицами. Если вы найдете по такого же уровня сложности импровизацию от Ани Зюзиной, мне будет очень интересно посмотреть. Вот. А на этом все. Не знаю, насколько продолжится наш сериал или не продолжится. Смотрите оригинал по ссылке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите какие-то еще разборы, если вы хотите еще что-нибудь пообсуждать, обязательно пишите в комментариях. Вас всех обнимаю. Целую. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!